всем привет давно не было видео исправляюсь было очень много дел об этом я сниму отдельное видео просто как болталку и посмотрим что же собственно у меня сейчас у меня сейчас четыре проекта это я вижу шарф мышки шарф мышки крючком для начинающих по нему будет мастер-класс сейчас девчонки у меня в группе его активно вяжут всем все понятно простите то есть он вот такой сборный будут будут глазки на малышей на осень тоже нужны шарфики особенно детки кто не любит одеваться как бы на куртку шарф повязали и красиво шейка прикрыта тепло вот такой вот сборный шарф крючком мышки тем более у нас год крысы будет следующий так что на весну тоже можно будет носить дальше вот смотрите что у меня здесь это я вижу что мы с девчонками разговаривали в группе вязальные о чехла всяких там на диван накидках но и они меня заразили а у моего ребенка есть привычка он играет у меня такими клубками если набирала когда-то по акциям по распродажам там где-то по 10 по 20 рублей мотки по 30 по 40 вот это и рис пнк и мини кирова и у меня созрел план у меня уже достаточно много этих моточков периодически он их разматывает так что потом распутать невозможно и в общем у меня созрел план связать чехол на угловой диван это будет именно чехол это не плед то есть две стороны да вот так идет диван вот так вот сюда будет связано квадратами где попу сидят а вот которая часть вот такая я хочу сделать прямоугольником только я еще не знаю как это сделать в общем вот такой веселый квадрат у меня уже связался вот такой вот веселенький квадратик у меня связался вяжется он крючком номер три в две нити вот вот так я складываю вот такие клубочки и цвета переходят друг друга вот еще квадрат вяжется переходов как видите у меня здесь как я это делаю я сниму отдельное видео чтобы не сильно был заметен шов я вам покажу то есть его у меня здесь вообще нету не видать то есть где у меня начало вот тут у меня начало вот я его культурно научилась прятать в процессе вязания и я вам покажу как я это делаю но тоже это будет в отдельном видео посвятим этому целый кусочек поможет на минуту на 2 я вам расскажу и покажу собственно это вот мой процесс он сейчас тоже у меня вяжется ребенок начал давать вязать и я взяла за правило связать 5-10 рядов в день когда именно этого правила придерживаешься оно работает и ты все равно вяжешь 5-10 рядов в день вот вот это пнк и рис имени кирова сколько у меня уйдет я еще пока не знаю вот но посмотрим что это получится тоже отдельное видео по моточкам этим сниму расскажу поговорим в общем может быть сниму видео так это что касается этого проекта дальше у меня проект затянулся он у меня идет с июня месяца девчонки мои уже связали в группе это мы вяжем бактус это пряжа по ней я потом сделаю обзорчик отдельный когда уже свяжу это пряжа и трофил это аналог пряжи всеми любимой flowers да по-моему flowers она от ярнарта это аналог он более подешевле но точь-в-точь то есть они одинаковы он более мягкий единственная нить более рыхлая это вяжется бактус почему я медленно вяжу потому что некоторые девчонки еще отстают основная часть в мае еще связала это это бактус самый легкий на мой взгляд плюс они оттачивали кто-то мастерство можно не бояться что будут кривые края потом будет обвязка и кто-то еще опаздывает и поэтому я медленно вяжу чтобы где-то что-то показать как и что я делаю я решила не мучить моток и сделать цвета в своем личном бактусе как они идут вот как идет моток так он и идет в моем бактусе думаю что до осени еще август у меня есть то есть я свяжу его так это что касается этого и мой четвертый проект на сегодня я освоила новую технику для себя причем я не брала никакие мастер-классы крючком тут сейчас поправлю никакие мастер-классы я не покупала эта техника как направо звучит надо прочитать будет ну которая скажите мне пиксельная техника вязания крючком вижу я вот это будет у меня плед муж заказал себе хэбэшный плед на лето как понимаете скоро август пледа у меня связано чуть-чуть вижу я из моей любимой фиалки плед хэбэшка очень отличный вот вижу я вот так его вижу вижу я его по ночам когда ребенок спит потому что тут у меня идет сразу в работе 9 мотков сейчас а до этого было 12 то есть когда цвета переходят друг друга они у меня ну и чтобы без отрывно было чтоб меньше было узлов то есть да я стараюсь новый моток где-то взять добавить лучше потом его когда квадратик этот закончится определенный его обрезать чтобы меньше было узлов в общем я нашла схему и по схеме я сначала вязать где-то что-то попутно переделывая потому что еще не совсем в нее въехала в эту схему то есть если что-то вижу неправильно и тут же распускают а мне это не сложно сделать чем потом все переделывать вот это что касаемо моих проектов вот так девочки вот четыре проекта по шарфик у меня будет мастер-класс скоро на канале так что ждем может быть он даже будет подробней не знаю я подумаю вот ну и всех желающих прошу и не то что прошу а как-то сказать приглашают наши вязальные группы сразу говорю сетевых мы не любим и как бы если вы пришли с целью заработать вас выгонят вот а всех остальных любящих пряжу любящих поговорить о детках похвалиться может быть цветами вы разводите или еще что-то может вкусненькое что-то готовите или вы на ком-то хотите поэкспериментировать приглашаем нашу группу пишите мне пишите мне в личку пишите в инстаграм мы вас добавим мы всем рады все всех люблю целую вот такое видео мне сегодня получилось по моим простите кусочек пляшки вот такие вот четыре процесса у меня сейчас в работе еще мы свяжали шапки связали шапки но я вам их не покажу потому что они у меня спрятаны вот так ну все всех люблю пока пока